Хе-хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в DCS World на самолёте FA-18 Sea Hornet И в этом видео у нас полный гайд по режиму Trackwell Scan на этом самолёте Старый гайд-то давно уже устарел, поскольку в режим Trackwell Scan много чего добавили с тех пор, как я его снимал Поэтому вот вам обновлённый гайд по режиму Trackwell Scan, который я, кстати, снимаю только потому, что мне подписчик его оплатил Так что если вам хочется, чтобы я снял или переснял какой-нибудь гайд, и вам не жалко денег на это, то пишите мне, о цене мы договоримся Ну да ладно, давайте приступим уже к самому гайду И да, режим Trackwell Scan является одним из двух основных режимов для ведения дальнего воздушного боя на этом самолёте Ну а второй режим это Rangewell Search Но на Hornet я бы советовал пользоваться именно режимом Trackwell Scan, потому что в нём вы, во-первых, можете сопровождать и обстреливать сразу несколько целей Во-вторых, когда вы в режиме Trackwell Scan помещаете врага в захват, то он не получает предупреждения о захвате Ну а когда производите пуск ракеты АИМ-120 по неприятелю, то предупреждение о пуске супостат получает только когда ракета подлетит к нему на удаление в 7 морских миль И у неё включится активный EGSN В общем, отличный режим, но нужно учитывать, что на Hornet режим Trackwell Scan намного сложнее в применении, чем на том же F-16C, например Ну и пилоту Hornet приходится совершать довольно-таки много действий для работы с радиолокационной станцией в режиме Trackwell Scan Что может довольно-таки сильно отвлекать при ведении боя Но при этом я всё равно рекомендую вам пользоваться режимом Trackwell Scan, а не Rangewell Search Просто потому, что режим Trackwell Scan тупо лучше Ну а то, что нужно более активно работать с RLS, так это даже добавляет интересу, как по мне Ладненько, давайте приступим уже Для начала включаю главный, естественно Также выбираю ракеты АИМ-120 на HOTAS Это включает и режим воздух-воздух Переключение между режимами Rangewell Search и Trackwell Scan производится при помощи вот этой вот кнопки И сейчас мы с вами как раз-таки находимся в режиме Trackwell Scan Также имейте в виду то, что конкретно на Hornet есть два подрежима Trackwell Scan А именно Auto-TWS и Manual-TWS И между этими двумя режимами можно переключаться при помощи этой кнопки И я бы вообще советовал вам забиндить эту кнопку куда-нибудь на HOTAS Поскольку в пылу сражения, мягко говоря, не очень удобно пытаться попасть по нужной вам кнопке Когда надо срочно переключиться между режимом Auto и Manual Можно случайно ткнуть не туда куда надо Также имейте в виду, что захват в режиме Trackwell Scan сбрасывается только при помощи кнопки Reset Поэтому забиндить ее на HOTAS тоже крайне желательно Просто для того, чтобы не тыкаться в эту кнопку на мониторе Когда вам нужно сбросить захват и вернуть зону сканирования в нейтральное положение Реально при назначении кнопки Reset на HOTAS это сильно удобнее делать Ну вот смотрите, кнопка MFDDi правой, кнопка 13 отвечает за переключение между режимами Auto и Manual И эту команду я назначил на HOTAS, как вы можете наблюдать Ну а команда MFDDi правой, кнопка 14 отвечает за кнопку Reset на экране RLS И как вы можете наблюдать, я тоже назначил ее на HOTAS Чтобы производить сброс захвата без поиска нужной кнопки на мониторе Также в режиме Trackwell Scan я бы советовал вам устанавливать зону сканирования по высоте в 4 линии Поскольку это обеспечит уверенное обнаружение и сопровождение самолетов, которые находятся выше линии ЖВАЗ Ну а зону сканирования по Азимуту устанавливайте в 40 градусов Поскольку при получении информации от Дерлоа о местонахождении цели этих 40 градусов более чем достаточно Ну и ради хорошей зоны обзора по высоте можно немного пожертвовать зоной обзора по Азимуту Поскольку враги далеко не всегда будут находиться на одной высоте с вами Ну и я думаю не лишнее будет упомянуть то, что вот этой вот кнопкой можно переключать режимы частоты повторения импульсов Смотрите, у нас есть средняя частота повторения импульсов Medium Есть высокая частота повторения импульсов High Ну и также есть режим автоматической частоты повторения импульсов В котором автоматически чередуется высокая и средняя частота повторения импульсов Давайте я вам расскажу, в каких случаях какая частота используется Средняя частота повторения импульсов обеспечивает наилучшее обнаружение и сопровождение целей Которые находятся от нас на малом удалении Не больше 20-25 морских миль Высокая частота повторения импульсов наоборот используется Для наиболее эффективного обнаружения и сопровождения целей На большом удалении от нашего самолета Больше 25 морских миль Ну а автоматическая частота повторения импульсов используется Если удаление от цели неизвестно Ну или если вам просто лень париться с переключением частоты вручную Типа автоматическая частота повторения импульсов работает И работает неплохо Но ручное выставление частоты повторения импульсов В зависимости от удаления цели Может обеспечить куда более лучшее обнаружение и сопровождение неприятеля То есть да, по уму на большом удалении Больше 25 морских миль Супостату нужно сопровождать на высокой Хай частоте повторения импульсов Ну а на среднюю, медиум частоту повторения импульсов Нужно переключаться, когда вы сблизитесь с врагом На удаление в 20-25 морских миль и ближе Такие дела Текс Думаю, самое время поговорить об основных подрежимах Режима Треквалскен И начнем этот разговор с режима ТВС авто И главной особенностью режима ТВС авто является то Что он обеспечивает автоматическое сопровождение цели После ее захвата То есть да, после того, как вы недруга взяли в захват в этом режиме То РЛС будет автоматически изменять свое направление по азимуту и углу места Для того, чтобы захваченный недруг всегда оставался в центре зоны сканирования И это хорошо А вот плохо то, что в режиме ТВС авто мы не можем вручную изменять направление РЛС по азимуту или углу места Поскольку режим полностью автоматизирован То есть, если враг идет сильно выше вас Ну или наоборот ниже То захватить вы его, скорее всего, не сможете Это печально Не, понятное дело, что в какой-нибудь дуэльной ситуации Когда вы с врагом сходитесь лоб в лоб на одной высоте То режима Трек Валска на авто вам более чем достаточно будет Но если вы летаете где-нибудь в онлайне Где 10, блин, враждебных контактов на экране РЛС Причем все они идут на разной высоте И вообще тактическая обстановка постоянно изменяется То режима ТВС авто будет просто недостаточно Поскольку вы банально не сможете изменить положение РЛС по углу места Потому что в этом режиме РЛС тупо светит по прямой до захвата цели И вот в таком случае вам как раз таки придется переключаться на режим Мэньюал Но об этом мы чуть позже поговорим Текс, ну вот, поставил я супостата Который идет на одной высоте со мной Для демонстрации режима авто ТВС И для того, чтобы вообще использовать РЛС в дальнем воздушном бою Убедитесь, что экран РЛС является у вас активным сенсором То есть на нем отображается вот этот вот ромбик Ну а если РЛС у вас не активный сенсор Этот ромбик вы не наблюдаете То сделайте РЛС активным сенсором Нажатием сенсор Ctrl-Switch вправо на HOTAS Захват воздушной цели в режиме Track-Wild Scan Можно произвести двумя способами Первый способ, просто наводим курсор на экране РЛС на метку воздушной цели И нажимаем TDC Depressed И воздушная цель захвачена Что мы, собственно, и видим по звездочке На метке воздушной цели Но также врага можно захватить нажатием команды Undesignate на HOTAS И при нажатии Undesignate автоматически помещается в захват ближайшая к нам цель Доступная для захвата Вообще, в режиме Track-Wild Scan я бы советовал захватывать воздушные цели Именно при помощи команды Undesignate Просто потому, что в таком случае вам не придется в полубое Елозить курсором по экрану РЛС, пытаясь захватить нужную цель По нажатию Undesignate будет захвачена ближайшая к вам воздушная цель А последующее нажатие будут перебирать воздушные цели Очень удобно на самом деле Ладненько, давайте поговорим об индикации на Илз после захвата воздушной цели Тут мы можем наблюдать метку цели Которая показывает непосредственно положение воздушной цели в пространстве Отображается в виде квадрата или ромба Тут мы наблюдаем кольцевую шкалу дальностей Которая уменьшается по мере сближения с целью Вот отметка максимальной дальности пуска по прямолетящей и не маневрирующей цели Отметка дальности гарантированного поражения, так называемая No Escape Zone Отметка минимальной дальности пуска А вот точка визирования, которая дает угол упреждения на захваченную цель И которая должна быть помещена внутри кольцевой шкалы Тут отображается дальность морских милях до захваченной воздушной цели Чуть ниже отображено время до активации ГСН ракеты Ну а чуть выше скорость сближения с захваченной воздушной целью Помещаем маневром самолета точку визирования внутрь круговой шкалы дальности И пуск ГСН ракета активна Видите, надпись сменилась на надпись Time to go Время до попадания И в принципе, когда ГСН ракета активна, нам уже подсвет РЛС не требуется И ракета будет наводиться на цель за счет своей активной ГСН И цель поражена очень эффективно Как я и говорил Ну а теперь давайте продемонстрирую вам Насколько хорошо режим Trackwalls Can Auto удерживает воздушную цель в захвате То есть я могу маневрировать как угодно И при этом цель будет уверенно удерживаться в захвате Ну разумеется, если я не выйду за зону предельного отклонения РЛС То есть смотрите, чтобы захваченная цель не вываливалась с экрана РЛС по Азимуту И не выходила за ограничения по углу места И в принципе все нормально будет В остальном можете маневрировать как вам угодно То есть да, режим ТВС авто позволяет вам активно вести воздушный бой Бодро маневрировать И при этом цель у вас будет оставаться в захвате Что хорошо, разумеется А вот режим ТВС Manual работает по обратному принципу В нем мы можем свободно вручную изменять направление РЛС по Азимуту и углу места Но при этом автоматическое сопровождение захваченной цели не производится Вследствие чего эта самая захваченная цель довольно быстро вываливается из захвата Давайте я даже продемонстрирую как это выглядит Помещаю цель в захват Нажатием кнопки Undesignate Теперь если я куда-то доворачиваю То цель довольно быстро вываливается из зоны сканирования Ну это потому что в режиме ТВС Manual Зона сканирования не привязана к захваченной цели И остается направленной туда Куда мы ее изначально направили вручную Так что цель в таком случае придется перезахватывать Если она вывалилась Такие вот дела Ну и кто-то наверняка спросит А нахрена вообще нужен этот режим ТВС Manual? Ну как я и говорил он нужен в первую очередь для захвата целей Которые идут сильно выше или ниже нашего самолета Ну или левее или правее Причем после захвата в режиме ТВС Manual нужно сразу перейти на режим ТВС Авто Для автоматического сопровождения захваченной цели Поскольку если этого не сделать То цель довольно быстро вывалится из захвата Как мы помним Ну а вообще направление РЛС по углу места Изменяется при помощи команды на Хатас Угол места РЛС выше или ниже Ну а положение РЛС по углу места Отображается на вот этой вот шкале Сейчас РЛС находится в нейтральном положении по углу места И естественно если мы угол места изменяем То изменяется и индикация Сейчас РЛС находится выше по углу места например Ну а сейчас ниже Кстати сразу обратите внимание на то Как изменяются верхние и нижние границы Зоны сканирования по высоте При изменении угла места РЛС То есть когда вы осуществляете поиск воздушной цели Высота этой самой цели должна находиться В пределах верхней и нижней границы Зоны сканирования Иначе вы цель просто не увидите Ну а для перемещения зоны сканирования РЛС по Азияму То нам просто нужно переместить курсор В нужную нам зону экранной РЛС И нажать TDC Depressed Для перемещения зоны сканирования Оп И видите Зона сканирования переместилась Теперь сканирует пространство слева от самолета Нажимаете TDC Depressed И зона сканирования перемещается вправо Довольно таки просто Но учитывайте, что каждый раз для перемещения зоны сканирования Нужно нажимать TDC Depressed То есть зона сканирования не следует свободно За курсором на экране РЛС Как на некоторых самолетах Ну а для сброса зоны сканирования в нейтральное положение Нажимаем кнопку Reset Как-то так Ну вот, сейчас мы под Аталинку от Дерлоо получаем информацию О местонахождении враждебной воздушной цели Которую РЛС нашего самолета на данный момент не видит А то, что РЛС самолета не видит цель Понять довольно просто Поскольку в центре символа нет цифры Так я и понял, что это контакт, переданный под Аталинку от Дерлоо Поскольку, когда РЛС Хорн это видит воздушную цель Она сразу присваивает ей порядковый номер То есть, как этот самый порядковый номер появится Внутри символа воздушной цели Это и будет означать то, что РЛС нашего самолета Увидела воздушную цель Так что, в общем, не путайтесь между контактами Которые вам скидывает Дерлоо под Аталинку И контактами, которые видит РЛС вашего самолета Ладненько, что-то я отвлекся Какой у нас сейчас порядок действий? Во-первых, наводим курсор РЛС в район цели После чего нажимаем TDC Depressed Чтобы переместить по азимуту зону сканирования РЛС В район воздушной цели После этого перемещаем РЛС вверх по углу места Чтобы она могла видеть цель Поскольку враг с очень большим превышением идет относительно нас После того, как РЛС увидит неприятеля И присвоит ему порядковый номер Нажимаем on designate для захвата И сразу после этого из режима manual переключаемся в режим auto Для того, чтобы РЛС могла осуществлять автоматическое сопровождение цели Иначе она из захвата просто вывалится Такой вот у нас план действий Давайте приступим Отжимаю паузу Курсор РЛС навожу в район цели Нажимаю TDC Depressed для перемещения зоны сканирования по азимуту Так, стопе Нужно еще один момент объяснить Когда мы наводим курсор РЛС на символ воздушной цели Даже полученной под аталинку То справа от символа цели отображается высота полета в тысячах футов А слева скорость в махах И мы видим, что сейчас высота полета неприятеля составляет 30 тысяч футов При этом верхняя граница зоны сканирования на данном расстоянии всего лишь 22 тысячи футов Именно поэтому РЛС врага и не видит Ну а для того, чтобы супостата наконец увидеть Разворачиваем РЛС по углу места так Чтобы верхняя граница зоны сканирования была больше 30 тысяч футов Иначе мы врага так и не сможем захватить Ладненько, давайте Отжимаю паузу Поднимаю РЛС вверх по углу места Чтобы верхняя граница зоны сканирования была больше 30 тысяч футов Ик Так, снова надо паузу поставить Видите, враг обнаружен РЛС нашего самолета Поскольку появилась цифра 1 на его символе То есть РЛС присвоила контакту порядковый номер и создала трек-файл Так что теперь можно нажимать кнопку Undesignate Для захвата воздушной цели Ладненько, давайте Отжимаю паузу В очередной раз Нажимаю Undesignate Цель захвачена и сразу переключаюсь в режим авто Для автоматического сопровождения цели После чего я уже могу спокойно маневрировать Бодро и активно И не беспокоиться о том, что цель вывалится из захвата Видите? А если бы я после захвата с режима manual на режим авто не переключился бы То цель довольно быстро бы вывалилась из захвата Да, кстати, маркер цели сейчас имеет символ ромбика Потому что эта цель уже опознана как враждебная А вот если цель не опознана, то маркер цели имеет форму квадрата на Илз Ну а галочка сверху над ромбом означает то, что кто-то еще облучает цель В данном случае Дерлоо логично Также не забываем о том, что точка визирования должна находиться внутри круговой шкалы дальности Поскольку и вы в таком случае будете лететь на перехват с нужным упреждением Ну и ракете не придется тратить энергию на доворот Так что да, в идеале точка должна быть близко к центру круговой шкалы при пуске Ну и я думаю, миль с десяти по врагу запулю Эту ракету должна долететь Тикс Пуск Здесь сцена ракеты активна То есть я уже мог бы сбрасывать захват Но ладно, вдруг повторный пуск потребуется Вон видите Цель начала маневр уклонения Но на большой высоте не особо-то эти маневры эффективны Ввиду сильно разреженного воздуха Из-за чего ракета почти не теряет энергию И цель поражена Ну вот как-то так режим ТВС мэниуал и применяется С последующим переходом в режим ТВС авто Так, я думаю стоит упомянуть еще один важный момент Если вы сопровождаете воздушную цель в режиме ТВС авто И вы понимаете, что захват будет скоро сорван Ну символ цели на РЛС потускнел Это и будет означать то, что остался только трекфайл Но РЛС при этом не видит воздушную цель Ну вот как сейчас В таком случае лучше сразу переключиться в режим ТВС мэниуал После чего попробовать снова перезахватить воздушную цель С последующим переходом в режим ТВС авто Вот смотрите, захватываю цель И обратно переключаюсь в режим авто Тут дело в том, что когда в режиме ТВС авто Срывает захват, то РЛС автоматически возвращается в нейтральное положение И цель придется искать по новой Но когда захват срывает в режиме ТВС мэниуал То тогда РЛС смотрит в то же самое направление Куда она смотрела до срыва захвата Из-за чего перезахват осуществить намного проще Не придется искать цель по новой Вот видите, как это все происходит Второй раз показываю А еще можете обратить внимание на то, что переключение между режимами авто и мэниуал Я осуществляю как раз таки при помощи команды Которую я забиндил на Хатас Поскольку это реально удобнее Ну а то, что захват по-разному срывает в режимах авто и мэниуал Я советую вам запомнить Поскольку это довольно важный момент А вот если в режиме ТВС авто Нажать TDC Depressed Когда курсор на экране находится где-то в пустой зоне То РЛС в таком случае перейдет в режим BIOS С одновременным перемещением зоны сканирования к курсору Ну вот смотрите, нажимаете TDC Depressed И режим BIOS активен Как вы можете наблюдать И по сути дела BIOS полностью дублирует режим мэниуал Благодаря чему в нем можно свободно изменять зону сканирования по углу места Но при этом нужно понимать, что в режиме BIOS не осуществляется автоматическое сопровождение захваченной цели Как и в режиме мэниуал Так что один хрен после того, как вы в режиме BIOS захватите воздушную цель Вам придется переключиться сначала в режим мэниуал А потом обратно в режим авто Два раза нажав по кнопке переключения режимов Поэтому я не вижу особого смысла в режиме BIOS Поскольку если он один хрен дублирует режим мэниуал по сути дела То не проще ли просто переключаться между режимами авто и мэниуал по необходимости Ладненько, давайте отжимаю паузу Теперь нужно RLS поднять вверх по углу места Чтобы цель попадала в пределы зоны сканирования Ну как и в прошлый раз TX Еще чуть выше Отлично, RLS видит цель Захват нажатия One Designate И два раза нажимаю кнопку переключения режимов Чтобы перейти сначала в режим мэниуал, потом в режим авто Ну вот, ведется автоматическое сопровождение цели Ну а касательно режима Есть да и есть Я хоть и не пользуюсь, но в любом случае о нем рассказать стоило Также у нас имеется режим Spot Который активируется по долгому нажатию TDC Depressed Команду нужно зажать на несколько секунд для активации режима Оп, видите режим Spot активен В нем сканирование ведется в очень узкой зоне Но при этом зона сканирования постоянно привязана к курсору RLS И перемещается вместе с ним Что довольно-таки удобно может оказаться Сейчас цель идет на одной высоте со мной Навожу на нее курсор И режим Spot довольно-таки быстро эту самую цель обнаруживает Ну а если нажать TDC Depressed, когда курсор в режиме Spot находится на воздушной цели То будет создан трек-файл Который можно будет быстро захватить нажатием Undesignate Пока трек-файл не исчез Благо, что трек-файлы сохраняются несколько секунд прежде чем исчезнуть Ну вот смотрите, нажимаю TDC Depressed Создаю трек-файл Нажимаю Undesignate И есть захват Как-то так это и работает Единственное, вы учитываете, что если режим Spot вы запустили из режима TWS Auto То изменять положение RLS по углу места вы также не сможете Так что если цель идет выше или ниже То желательно режим Spot запускать из режима TWS Manual Потом просто переключитесь на режим TWS Auto после захвата цели Для автоматического сопровождения Так, ну что, давайте еще покажу, как атаковать несколько целей в режиме Track Wild Scan Поскольку, как мы помним, в этом режиме мы можем атаковать сразу две цели одновременно Вон, как раз-таки, большая группа самолетов-неприятеля приближается к нам Давайте захватим ближайшую к нам воздушную цель Нажатием кнопки Undesignate Оп, цель захвачена Но, как вы можете заметить, контакты сейчас сливаются в кучу Сложно вообще понять, сколько там целей Так что не лишним будет воспользоваться либо режимом Expand Ну или режимом Rate Эти режимы так-то, в целом, очень похожи Режим Expand просто зумит область на экране RLS рядом с захваченной целью А вот режим Rate не только зумит изображение с экрана Но еще и дает мощное излучение RLS в этом направлении для того, чтобы разбить контакты Ну, чтобы они не сливались в одну большую кучу Для более удобного захвата каких-то отдельных целей Ну и режим Rate можно активировать по нажатию кнопки Rate Fleer Field of View Ну, на HATAS и когда RLS является активным сенсором Ладно, отжимаю паузу Включаю режим Rate Вот мы как раз-таки наблюдаем зазумленные изображения По следующими нажатиями кнопки Undesignate осуществляется перебор целей Которые RLS может захватить, собственно говоря Итак, допустим, мне нужно отработать по первой паре Из этих четырех самолетов первый самолет у меня уже находится в захвате Наводим курсор на вторую цель Нажимаем TDC Depressed Теперь вторая метка выбрана как вторичная цель И теперь нажатия клавиши Undesignate будут переключать нас между двумя захваченными целями Первичной и вторичной Причем на HATAS первичная цель отображается в виде ромбика А вторичная в виде крестика И обе цели мы сейчас можем наблюдать Можете видеть, как я переключаюсь сейчас между этими двумя целями Ладно, выхожу из режима Rate Блин, у меня все это время режим Manual был включен Вот обязательно проверяйте, какой именно режим ТВС у вас выбран Manual или Auto Кстати, когда вы сопровождаете одновременно две цели То в режиме ТВС Auto Зона сканирования привязана к первичной цели Которая отмечена звездочкой Но это на случай, если цели вдруг захотят разлететься в разные стороны РЛС будет отслеживать именно первичную цель Так, схожусь с врагом И пуск по первой цели Нажимаем Designate Пуск по второй цели И теперь каждая выпущенная ракета наводится на свою цель Ну и также после активации ГСН ракеты Можно спокойно сбрасывать захват и отворачивать Ну а так, да, если две цели идут в плотном строю То почему бы их не обстрелять одновременно? Главное, чтобы не разлетелись в разные стороны Так, первая цель поражена И вторая цель тоже поражена Отлично! Ну и напоследок могу еще посоветовать вам каждый раз Включать автоматическое опознавание свой-чужой На странице Azimut Elevation Ну вот, выбираю страницу Azimut Elevation И на ней щелкаю по кнопке Auto Interrogate Чтобы включить автоматическое госопознавание В таком случае РЛС будет автоматически отмечать Дружественные самолеты зеленым кружком Ну а цели враждебные будут оставаться неопознанными Но вы уже будете знать, что любая неопознанная цель это враг Ну а почему я сказал, что нужно всегда включать автоматическое госопознавание Да потому что, мало ли, вдруг Дерло потеряет цель или не увидит ее Особенно если вы бой в горах ведете А вы в таком случае будете знать, что хотя бы не союзника захватываете Поскольку у вас автоматическое госопознавание активное Ну а если попытаться захватить союзника То на маркере цели будет написано «Friend» То, что вы, собственно говоря, союзника захватываете Так что не собьете случайно, если только у вас включено госопознавание Кстати, быстро выбрать страницу Azimut Elevation Если она вам нужна Можно нажатием сенсор-контрол-свитч влево Оп! Ну это если вы не хотите копаться в менюшках для вывода нужной страницы Ну что, на этом все про режим Trackwall Scan Надеюсь, это видео было интересно, полезно И всем спасибо, всем до свидания